всем привет друзья на связи грим оптимист и сегодня я вам расскажу про новый танчик который появится у нас в игре после патча 9.21 и как вы думаете какой же это будет танчик а конечно же премиумный ведь премов в игре ну мало ребят нельзя не признать надо хотя бы штук 300 еще ввести разработчики они того же мнения поэтому вводят ударными темпами и по факту ребят мы имеем просто премиумный шерман в ветке ссср под названием м4а2 шерман лозы названный так в честь дмитрия федоровича лоза это советский офицер танкист великой отечественной войны герой советского союза полковник в отставке кандидат военных наук доцент в общем видимо очень суровый и умный дядька и я так понимаю то что воевал он как раз таки видимо на таком шерман и нас конечно интересуют его характеристики в первую очередь и здесь по большому счету никаких неожиданностей нету что внешне что по своему бронированию танк практически полностью идентичен любому другому шерману будь то обычный или фьюри например единственное что бросается в глаза то что у данной машины забронирована маска неплохо насколько я помню возможно ошибаюсь но у обычного шермана и фьюри маску вроде как тоже апнули напишите в комментариях если точно знаете я не проверял ребят своему стыду надо будет как-нибудь заморочиться в остальном же брони нет понятное дело и внешне еще раз говорю он шерман и шерман по своим ттх тоже здесь нечем особо хвастаться слабенькая удельная мощность очень да очень хорошая проходимость правда при этом удельная мощность слабенькая всего лишь 12 лошадей на тонну стандартная достаточно прочность как на уровень до хорошую вертикальной наводки понятное дело хороший обзор 370 метров пушка абсолютно такая же как и у других шерманов 128 пробоя 115 урона неплохой дпм почти 2200 без дополнительных модулей то есть базовый при этом точность 038 как бы тоже стандартная цифра сведуха в принципе более-менее 2 и 2 ну извините меня тут и урон 115 так что это нельзя сказать что сильно хорошо и до стабилизация как для 6 уровня ничего такая ну еще бы ребята блин такая пушка убога еще бы стабилизации не было был бы вообще трэш то есть обычный ничем не примечательный шерман очередной 6 левела единственное его достоинство то что он в ветке ссср да если вам хотелось всегда вот покататься на шермане но не хотите качать американскую ветку и фьюри допустим уже не продается или хотите именно на нем качать экипаж какой-нибудь то вот пожалуйста нафиг нужен этот танк если есть т-34-85 руди т-34-85 м да да обычный т-34-85 в конце концов непонятно просто смотрю на него и говорю вам как владелец шермана фьюри еще раз то же самое практически шерман фьюри танк не нужен просто то есть именно как боевая единица он очень так себе не говно полное но очень так себе приходится часто стрелять голодой на нем естественно и все сопутствующие проблемы скажем так и как по мне я не знаю на кого эта машина рассчитана мне кажется чисто на коллекционеров потому что ни один человек здравом умести его не купит хочешь прям 6 левела бери дикер макс бери т-34-85 м бери руди там и так далее ну никак вот не эту тачанку ей богу ребят серьезно в г остановитесь как там в ролике остановитесь потому что ну сколько можно прямо уже вводить у меня скоро будет ролик отдельный по этой теме где я скажем так подведу итоги но это уже не смешно вы такое ощущение что вводите премы ради премов потому что вот взяли фьюри покрасили другой цвет приделали надпись перенесли в ветку ссср добро пожаловать давайте бабки снова платить и ну чё это такое вообще я даже обзор его делать не вижу смысла еще раз говорю у меня на фьюри несколько обзоров на канале может любой из них посмотреть там тоже самое и еще плюс боев дохера на нем наиграно потому что экипаж там качал свое время и блин реально ни о чем машинка ладно ребят в общем спасибо вам всем за внимание пишите в комментариях чего вы думаете по всему этому поводу ставьте пальцы вверх если согласно своим мнением то что надо завязывать спрямо надо ребят все уже всем до скорого и всем пока